Белоруссия Документы нового образца Больше миллиона белорусов в этом году смогут получить ID-карты и биометрические паспорта Пластик заменит нынешний паспорт В нем вся основная информация о владельце в зашифрованном виде Все остальные данные можно будет привязать онлайн Пользователи ID-карты автоматически получат электронную цифровую подпись и личный онлайн-кабинет Что позволит дистанционно совершать административные процедуры и, конечно, экономить время Пока документы можно будет пользоваться внутри страны Первоначальные документы будут выдаваться по месту регистрации Последующие можно будет обменять по месту фактического своего проживания Гражданам никуда не следует бежать Срочно заниматься заменой действующих документов на биометрические Поскольку прежние паспорта, которые сейчас у нас действуют На данный момент сохранят свой срок действия до его окончания Переход на такие документы – общемировая тенденция Менять старые паспорта начнут портапно и только по желанию владельца Скорая помощь, в том числе и по воздуху, накануне санитарной авиации В Минск доставили пациента с тяжелой формой коронавируса Этот вертолет – спасательный борт Ми-8 В нем установлен специальный медицинский модуль Он позволяет перевозить даже реанимационных больных Таким образом, поддерживая правила золотого часа Когда помощь врачей максимально эффективна Весь полет из Бреста в Минск занял полтора часа На аэродроме в престоличных Липках его уже встречала скорая помощь Ситуация с ковидом в стране остается напряженной Хотя относительно стабильной и контролируемой цифры прироста не скачут За эти сутки в стране зарегистрированы 1837 пациентов с ковид-19 Тем временем в мире инфекция заразила почти 85 миллионов человек Что происходит с ковидом в Европе официально? Праздники закончились Франция и Греция возвращаются к строгому комендантскому часу и полному локдауну А в Великобритании будут тестировать всех, кто хочет выехать за границу Власти страны только на границе с Францией организовали больше 10 медицинских полигонов Их контролируют военные Связано это с тем, что именно в Лондоне был обнаружен новый коронавирусный штамм Высоконаследственный, все боятся его как огня А также большой предновогодней пробкой в Кенте, когда на границе застряли тысячи перевозчиков Официальный Париж запретил им въезд без отрицательных тестов на ковид Сама Франция, как и Греция, сейчас на пороге тотального локдауна С 9 вечера на улицу выходить нельзя Открытыми остаются только магазины и аптеки А вот тренажерные залы, кафе, школы все закрывают двери Конечно, такие ограничения вызвали бурные протесты в самой Британии Несмотря на то, что каждые сутки здесь фиксируют больше 50 тысяч новых случаев Ковид протестующих пришлось разгонять конной полицией Так тоже оказывается можно 17 человек задержаны, остальные, судя по всему, здорово испугались Решительно против жесткого карантина и израильтяне Бурные демонстрации прошли в Иерусалиме По информации к этому часу, 11 активистов задержаны Пятеро полицейских ранены, в них бросали не только булыжники Лидеры ужасные, мы должны их сменить Чтобы у нас была хорошая страна и хорошее руководство, как это было раньше Более тысячи манифестантов требовали отмены локдауна Полиция блокировала центр города Для разгона протестующих применили бронспойты Накануне Нового года власти Израиля снова ввели тотальный карантин из-за коронавируса Нельзя собираться группами более 20 человек на улице Отходить от дома дальше, чем на один километр На Ближнем Востоке третий теракт за праздничную неделю В Сирии, в провинции Хасика, на рынке взорвался автомобиль По меньшей мере, пять человек погибли, десятки ранены На месте помощь пострадавшим оказывала скорая, пока ни одна из радикальных военизированных организаций ответственность на себя не взяла Это уже третий конфликт в стране за неделю Ранее в районе Пальмиры боевики подорвали автобус с мирными жителями А в административном центре в той же Хасике террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади Масштабная спецоперация в Берлине накануне горела метро Более ста пожарных экстренно эвакуировали пассажиров из подземки Инцидент произошел на станции, расположенной в Штеглице Этот район популярен среди горожан и туристов Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет По поводу чрезвычайной ситуации идет расследование Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание Новогодние праздники в Беларуси омрачены всплеском аварий на наших дорогах За двое суток в стране произошло более 300 ДТП 16 человек пострадали, восьмерых, к сожалению, спасти не удалось Кошмарная авария в Докшевском районе На автодороге М3 Минск-Витебск, недалеко от деревни Замосточья Автомобиль Шкода, выехавший на встречную полосу, столкнулся с маршруткой Двое детей, ехавших на заднем сидении легковушки, погибли на месте Их родители уже в больнице Трагедия произошла в первый день нового 2021 года На автодороге М3 Минск-Витебск, недалеко от деревни Замосточья Водитель легкового автомобиля Шкода не справился с управлением Выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали От двух несовершеннолетних пассажиров легкового авто спасти не удалось Дети погибли на месте происшествия Водитель и еще один пассажир Шкоды госпитализированы Две смерти, такой же результат лобового столкновения В Свислочском районе Там девушка-водитель не справилась с управлением В результате Ауди выскочила на встречку Погибли двое пассажиров В обстоятельствах трагедии разбирается следственная группа Госавтоинспекция объявила об усилении контроля на дорогах страны Цель – поиск водителей, севших за руль нетрезвыми За два январских дня в Беларуси поймали 193 пьяных водителя Напоминаем, что за управление транспортным средством нетрезвым водителем Предусмотрена административная ответственность в виде штрафа И лишения права управления сроком на три года В том числе, если данное правонарушение было совершено В течение года после привлечения к административной ответственности Предусмотрена уголовная ответственность А также принудительная конфискация транспортного средства Патрулирование проводится в местах массового скопления людей на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений. Госавтоинспекция обращает внимание на то, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Кроме того, всех участников дорожного движения просят не оставаться равнодушными и сообщать в милицию о водителях, которые ведут себя на дороге, неадекватно. Более 33 тысяч долларов криптовалюта биткоин обновила свой новый максимум и за год уже подорожала в 4 раза. Вторая половина декабря для криптовалюты стала треком для разгона. Причем на скорость роста влияет даже масштабная вакцинация от коронавируса. В 2020 году на криптовалюту был повышенный спрос. Он продолжается. Многие фонды и частные инвесторы скупают биткоины на десятки и сотни миллионов долларов. Способствует росту и денежные вливания Федеральной резервной системы США и других центробанков блокальной валюты.